Антигистаминных препаратов огромное количество. Мы живем с вами в век клинических рекомендаций. И если мы посмотрим на сильную доказательную базу, то обратите внимание, аллергический ренет, аллергический конъюнктивит и крапивница. И больше ничего нет. Теперь посмотрите, слабая доказательная база, атопический драматит. Ну вот очень многие педиатры удивляются, но как-то атопический драматит они работают. А дело в том, что концентрация вот этих рецепторов гистамину в коже очень крайне низкая, поэтому нет точки приложения для антигистаминных препаратов. Единственный повод для назначения в самом начале, когда очень сильный кожный зод. Поэтому, ну а поскольку вы знаете, что препараты обычно назначаются не больше, чем на 10 дней, а дальше ваше с вами, наше с вами лечение, в плане, особенно у маленьких, диета терапии, должно подействовать, и кожный зод должен уменьшаться. Либо всегда, когда очень выраженный кожный зод, особенно в ночное время, вы должны исключать вероятность чесудки. Чесудки огромное количество. Вот должны проводить лечение к ювантибусу. Вот почему я осмелела. У меня есть книжка немецкая, переводная, атопический дерматит. Буквально на второй страничке, в рамочке написано, что люди сейчас каждый день моются, да, что они часто приходят к вам, подмазывают уже глюкокортикостероиды, поэтому вы можете не найти при обычной микроскопии не найти клича. Поэтому, если вы видите типичный вход-выход, попробуйте лечение к ювантибус, 3 дня бензил-бензоат, 3 дня не купаться, хотя бы какую-то зону, ну, например, не хотите все тело мазать, да, попробуйте одну руку утром-вечером, 3 дня подряд, и если он меньше стал чесать, значит, это то, о чем мы с вами думаем. Поэтому вы видите, что нет никакого атопического дерматита, при бронхиальностме нет точки приложения, посмотрите, анафилоксия, ангиотек неаллергического генеза, инфекции дыхательных путей. Только сушат, кроме вреда, ничего не приносят. Атиты, синуситы, назальные полипы, неспецифический кашель, зуд не связан с аллергией. Ну и вообще очень слабая, да, это бессонница, когда дают, из-за седативного эффекта, седация при сохранении сознания, анагезии, тревожности, акатизии, митрель, морская болезнь, вертига. Ну вот, давайте мы посмотрим наши клинические рекомендации, которые висят на сайте Минздрава. Вы видите, что антигистаминные препараты второго поколения рекомендуется как базовая терапия, да, для лечения аллергического ринита у детей. А что касается антигистаминных препаратов первого поколения, то они не рекомендуются для лечения аллергического ринита у детей. Поэтому только препараты второго поколения. Теперь, уважаемые коллеги, смотрим, что же назначают педиатры. Проводилось интересное исследование в 2018 году, в котором принимали участие врачи из 13 городов России. И когда их опросили, вот в следующий раз, коллеги, мы приготовим целый ряд анкет, да, поскольку вы все-таки учитесь. И в самом начале конференции мы вас попросим заполнить эти анкеты и нам сдать в перерыве. Потому что, на самом деле, это мнение врачей, оно нам очень важно. Поэтому обратите внимание, препараты второго поколения, да, были из второго поколения на первом месте 37% цитиризин назначается в виде зертека, дезлоратадин в 21%, ну и второе поколение цитиризин, зодок в 19%. Теперь смотрите, клинические рекомендации, Минздравовские не рекомендуют при крапивнице назначать препараты, антикистаминные препараты первого поколения. То есть в качестве препаратов первой линии, опять в рекомендациях только второе поколение. И только дети первых 6 месяцев жизни, когда никакие препараты, кроме финистила, официально не рекомендовано, условно коротким курсом могут быть назначены, да, соответственно, вы знаете, что эти препараты обладают иногда неадекватным седативным действием. Несмотря на то, что указано в инструкции 5 капель, я всегда начинаю с маленького количества капель, потому что видела, что иногда дети засыпают вообще беспроводным сном. Поэтому чувствительность у всех разная. Теперь посмотрите, когда опросили педиатров, что же они назначают при крапивнице, почему-то препарат сопрастин вылез на первое место и занял нишу 34%. При этом цитилизин второе поколение 30% в виде зертека и цитилизин зодок тоже второе место, то есть второе поколение 12%. Ну, я вам буду показывать мнение педиатра, да, которых также опрашивали, ну, поскольку считается, что второе поколение, первое поколение, в частности, препарат сопрастин назначили много лет, ну, вот помогали, выращены целое поколение, да, значит, они безопасны. Давайте поговорим о побочных явлениях антигистаминных препаратов первого поколения. Ну, прежде всего, поскольку они воздействуют на аж один рецептор центральной нервной системы, то снижение концентрации внимания, восприятия, обучения, памяти, повышенная согреленность, все ее использовали. Поскольку они воздействуют на мускориновые рецепторы, то сухость во рту, почему мы всегда при рецепторной патологии приносят только вред, да, мы должны увлажнять, а не высушивать. Может быть, задержка мочи, может быть, синусовая тахикардия. Но препарат, помните, перитолы, иногда использовали его наоборот для стимуляции аппетита, потому что знали, что если его назначать долго, да, то дети на нем начинают, улучшается аппетит и увеличивается набор веса. Ну, сейчас его вроде бы нет. Поскольку препарат действует на альфа-адреноэнергические рецепторы, головокружение, ортостатическая гипотензия, но ионные каналы, то есть удлиняется интервал КУТЭ и увеличивается риск желудочных, 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 харитмей. Опять же, мнение врача. Поскольку антигистаминные препараты первого поколения появились и были зарегистрированы в эпоху, когда требования к клиническим исследования не были такими жесткими, как сейчас. Вы знаете, что когда-то мы какие-то препараты применяли с трех месяцев, сейчас написали с 18 лет. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день многие считают, что они безрецептурны, но на самом деле, если через некоторое время от них потребуют клинические исследования, то их нет, и, в общем-то, возраст вероятного назначения их изменится. Теперь, уважаемые коллеги, очень интересное исследование, которое собирали в течение 47 лет и опубликовали его в 2017 году. Здесь проанализировались базы Всемирной Организации Здравоохранения, 130 стран, изучали безопасность в детской популяции от 0 до 16 лет, всего было собрано 8 918 сообщений о нежелательных явлениях, но и обратите внимание, серьезные нежелательные явления составляли 23%, то есть практически четверть. Но вот наиболее серьезные распространенные данные о нежелательных явлениях 18% цитилизин в виде зертека, дальше 16% флоратодин, ну и 10% препарат димедрол. Ну вот теперь обратите внимание, то есть каждое пятое нежелательное явление и каждая вторая смерть отмечалась у детей до 2-х летнего возраста. И вот среди этих 8 тысяч, обратите внимание, 400 детей умерло, что составило в среднем 4%. То есть в основном половина из умерших детей, это составляли дети первых 2-х лет жизни. Поэтому у детей до 2-х лет в 36% случаев использованный препарат не был разрешен. Я понимаю, коллеги, мы очень часто призываем вас к назначению оффлэбл. Но если есть препараты, разрешенные по возрасту, то надо лечить теми препаратами, которые разрешены по возрасту. Обратите внимание, среди всех детей в 42% случаев смерть наступила на фоне приема димедрол. Но, слава Богу, мы его перестали уже сейчас назначать. Хотя, конечно, во времена молодости этот препарат был в ходу. И помните, умудрялись на 10 частей его разделить. Но на 10 никто не делил. Естественно, давали больше, гораздо дольше. Очень интересное исследование, достаточно свежее. В 2014 году опубликовано о том, что применение антигистаминных препаратов первого поколения может увеличивать риск деменции. И болезни Альцгеймера у пожилых. Поэтому проведем ретроспективный анализ с половиной тысяч историй болезни. Пациенты были все 65 лет и выше. Все принимали препараты антихолинергические, трициклические, антидепрессанты, антигистамины препараты первого поколения. Ну и был сделан вывод о том, что применение данных препаратов у пациентов старше 65 лет может привести к болезни Альцгеймера. Но опять же, мнение педиатра, они вызывают сомневость, значит, ребенок будет лучше спать. Ну вот мы понимаем о том, что антигистамин стимулирует H1-рецептор во всех основных отделах головного мозга. Ну и в общем-то действие гистамина на H1-рецептор влияет на бодрствование системы сом, бодрствование, влияет на память и на способность к обучению. И вот очень интересная такая сводная таблица, которая взята из журнала «Аллергия» 2010 года. Посмотрите, какие препараты могут влиять на сон. Ну вот препараты Ириус не влияют, Дзертек не влияет, Супрастенекс не влияет, влияют Супрастин и Фенистин. И в общем-то они нарушают вот эту рем-фазу сна. Поэтому считается, что те, которые препараты нарушают рем-фазу сна, могут приводить в будущем к нарушению памяти, внимания, обучаемости и развитию головного мозга. Поэтому, в принципе, седация может приводить к нарушению психомоторного развития. Иногда это ощущает человек на следующий день. Все зависит от того, насколько быстро или медленно он ацетилята. Ну вот, обратите внимание, что частота сонливости среди антигистаминных препаратов даже второго поколения различается в сотни раз. То есть, меньше сонливость на Эриусе, гораздо выше на Сиртеке, на Супрастенексе. Да, но вот по Супрастину не указано, по Фенистилу, она, конечно, самая значительная. Опять же, мнение педиатра, которые собрали, они разрешены даже у самых маленьких в России с месяца, значит, не могут быть опасными. Поэтому, вы видите, да, очень важно пользоваться актуальной инструкцией и все-таки назначать препараты по возрасту. Поэтому, единственный препарат, который очень аккуратно мы используем с месяца, это Фенистил. Обратите внимание, Супрастин с трех лет, да, все шуруи делят его на части. Дальше, Супрастинекс с шести лет таблетки, ну, таблетки, получается, таблетки с двенадцати лет, Эриус, ну, сиропы с шести месяцев, с шести месяцев капли Зертека и Супрастинекс в виде капель с двухлетнего возраста. Поэтому, если мы посмотрим с вами на побочные явления, да, то, в принципе, безопасность по применению Эриуса у шести месяцев не установлено, мы его не применяем до шести месяцев. Применение Зертека от шести до двенадцати месяцев возможно только по назначению врача, то, что изображено в инструкции. То есть, нужно быть очень аккуратным. В инструкции написано, что вероятность, то есть, нужно быть осторожным ввиду наличия риска синдрома внезапной смерти, несмотря на то, что он официально разрешен. Но в инструкции это прописано. Супрастинекс противопоказан до двух лет ввиду отсутствия данных. Супрастин нет детской формы и не разрешен до трех лет, но финистил аккуратно, поскольку помимо седативного чрезмерного эффекта есть эпизоды ночного апноэ. Но если мы посмотрим на аллергические реакции, в данном случае здесь описывается частота на 10 тысяч пациентов, то мы видим, что у всех у них возможно редкие аллергические реакции, но на Элиус менее 1 на 10 тысяч. Если мы посмотрим на Азертек, то получается до 10 на те же самые 10 тысяч. Ну и в общем-то у финистила тоже менее 1 на 10 тысяч пациентов. Продолжение следует...